Ребят, мы нашли первое животное. Сорет, гад, а? Ну что, это длинное? Теперь главный вопрос. Ну, кто же их закрутил? Почему же он танцующий? Ну, потому что, конечно... Друзья, всем привет, как и просили. Сегодня мы вам покажем Куршскую косу. На въезде в Куршскую косу надо пройти небольшую формальность. Ну, как небольшая. Сейчас я оплачу и вам все расскажу. Вот, да. Стоп-контроль, можно сказать так. Здравствуйте. Да. 450 рублей. А блогерам скидок нету, да? Так и живем, да, в нашей области. Что делать? 50 дадите? Нет. Спасибо. Билетики на каждого человека и на машину. Так вот, плюсы и минусы этой оплаты. Вот представьте, едете вы с семьей. Муж, жена и двое детей. Чтобы просто попасть вам на Куршскую косу, вам надо отдать уже сколько? 700 рублей. 750, правильно? Правильно? Ну да. Так это только вы уехали в Куршскую косу, представьте. А дальше вам надо еще так же с семьей покушать. Также надо зайти в несколько музеев. Ну, один или два хотя бы. Там тоже вход минимум 200 рублей. И что? Еще покушать где-то надо. Короче, просто вот с семьей тоже отдохнуть на Куршской косе. Ну, на пару тысяч точно надо. Вот трех, я думаю, тысяч. Какие пару тысяч? Это если только объезд 750 рублей, дальше сюда проехать. Бензин 1000 рублей. Ну да, да. Это уже 1700. Дальше вы покушаете на четверых, минимум полторы тысячи. Это уже три. И зайдете в музей какой-нибудь один. Там билет минимум 200 рублей тоже стоит. Вот сколько уже, наверное, 4 тысячи я наговорил. Первая остановка у нас это экологическая тропа Королевский Бор. Сейчас мы по ней пойдем. Ее длина составляет 6,6 километров, так написано было. Сделали, кстати, дорожку тут удобную, по которой можно идти, а не просто по тропинке. О, как вкусно, классно. Да, запах сразу. Тут хвоя повсюду и такой лес прям замечательный. Тропа составляет 40 минут. Давайте проверим. У нас сейчас 10.50. Пойдемте. Место это находится до поселка Лесного, то есть в самом начале косы. Кстати говоря, друзья, все-таки мы решили проводить экскурсии по Калининграду области. И вот один из маршрутов, это Курская коса. Если кого-то заинтересует, то ссылочка будет в описании на нашу группу ВКонтакте. Также оставлю номер телефона. Если что, звоните. Будет очень много туров как по Калининграду, так и по области. Все вместе с нами будете кататься. То есть будем проводить их именно мы. Если кого-то заинтересует, ссылка в описании. Посмотрите, какой классный лес. О, а жалко то, что запахи не передаются. Тут сейчас такой вкусный запах стоит хвои. Кайф вообще. Как я люблю Курскую косу. Я бы здесь жил, только не зимой. Хотя, мне кажется, и зимой тут нормально. В общем, здесь так классно. А еще в лесах Курской косы обитает определенное количество животных. Есть здесь лисички, есть кабанчики. Есть даже лося. Но мы, кстати, лося никогда не встречали. Но нам рассказывали, что тут очень даже реально его встретить. Ребят, мы нашли первое животное. Железная сейчас чуть-чуть не обкакалась. Прям чуть-чуть. У меня в руку прям какая-то хрень залетела. Фу. Так отвратительно. Вот какой-то олененок стоит. Правда, он немного искусственный. Поэтому бояться его не стоит, но погладить тоже можно. Эй, привет! А вот и вторая скульптура. Арт-объекты называется это. Лось, он уж побольше. Косули. Такой интересненький. Но в прошлый раз он был тоже здесь. И еще. А вон там, смотри, пойдем туда сходим. Что это там? Какие-то кормушки. Пойдемте посмотрим. А вон и кабана я там уже вижу. Ну, здесь просто какая-то кормушка непонятная. Возможно, для кабанов. Не знаю точно, не могу сказать. Ну, может быть, да. Вот тут, наверное, водичка должна быть. Следующий житель Курской косы. Это, естественно, кабанчик. Чаще всего раньше можно было встретить на Курской коне. Это Курской косеет кабаны. Ну, и лисы, конечно же. Не знаю, лиса будет у нас на пути или нет. А здесь тоже очень необычное место. Мы в прошлый раз гадали, гадали, что же это. А сейчас мы все знаем. Здесь растут огромнейшие туи. Нереально огромные. Да, блин, откуда там шишки падают, Желяна? Стой! Не ты врешь. Смотрите, как... Да реально везде шишки падают. Какой запах здесь. Подростки гигантские нуждаются дошлися от выкаптера. Огромнейшие. А здесь у нас можно посмотреть, полюбоваться на залив. Есть небольшая обзорная площадочка, потому что вот этот лес как раз-таки выходит на заливчик. И очень интересно. Вы идете сначала по сносному лесу, а потом переходите в смешанные шишки куда-то уходят. Нет их. Поднимаемся и наблюдаем красоту. О, Наст полетел. Видишь? Смотри, он летит, летит, не может улететь. Все, полетел потихонечку. Конечно, очень здорово, что даже в нашей области, которая такая, да, у нас анклавная, есть такие классные места, которые можно посетить, где можно погулять, отдохнуть душой и телом, насладиться свежим, чистым воздухом и, может быть, даже встретить каких-то интересных животных. Представляете, раньше вот этот королевский бор называли соколиной пущей еще. Ну, там, на немецком языке как-то это по-другому проносятся, не могу запоминать такие слова сложные. Называлась соколиной пущей, потому что здесь было очень много соколов и их использовали в качестве охотничьих ловчих птиц. И здесь у них было прям вот их максимальное скопление, и их даже отсюда отправляли влиятельным людям в Европу, то есть заказывали люди отсюда этих птиц. На Куршеской косе есть абсолютно разные арт-объекты. Не знаю, почему именно вот этот арт-объект поставили на Куршеской косе. Если кто в курсе, напишите в комменты. Мне кажется, он тут немного неуместный. Заканчивается уже наша прогулочка по лесу. Давайте посмотрим, сколько мы прошли. Сейчас 36 минут, вышли в 50. Нифига себе, как время идет. А мне казалось, мне казалось минут 20, ну 25 максимум, да? Ну, а прикиньте, медленным шагом. Ну да, тут больше часа, да. У нас прогулка, чтобы кардио-тренировка, понимаете, то есть, ну, там, чтобы хоть какой-то спорт присутствовал. Вот, наша прогулка по Королевскому Бору заканчивается, но по Куршеской косе продолжается. Только начинается. Следующая наша остановка, поселок Лесное. Решили прогуляться до моря, показать вам пляж. Вот такая здесь красотища. Отличный пляж. Вот тут мне больше нравится, чем где-либо. Сразу же, да, все как-то по-другому. Идеально белый песок. Людей немного, вообще единички. Мы поедем вон туда. Да, мы в самый конец поедем по числам. Покажу, вот Зеленоградск, вот там. Это даже не лесное, потому что лесное вот чуть подальше. Даже в самом начале Куршеской косы пляж намного лучше, чем в Зеленоградске. Идеально белый песок, красивая водичка, немного людей. В общем, даже вот можно в самом начале, если, допустим, вам лень ехать в самый конец, где будет еще лучше, то в самом начале, в принципе, тоже неплохо. А сейчас мы направляемся, наконец-таки, в поселок Лесное. Приехали в поселок Лесное. Это самый первый поселочек на Куршеской косе. Много разных номеров, скажу так. 799, Лифтовцы, 3,7, 3,7, ну и 39-е тоже. Ну и так пока... Ну да, так мы тоже пока ехали. Очень много разных номеров. Ну, русские, но другие регионы. А вот и, кстати, главная достопримечательность поселка Лесное, это маяк. Ну, тут уже пляжик немного поменьше, как видите. Зато есть променад, можно чуть-чуть прогуляться, прям чуть-чуть. Водичка здесь заметно чище, чем в Зелике. И нету ни камней, ничего такого. То есть идеально заходите, да. Отдыхает вода, не знаю... А, это песок тоже? Она прозрачная и заход песчаный. Очень классно. Там их там замечательные. Именно в Лесном, наверное, самая большая концентрация гостевых домов. Правильно, Жулиан? И очень они красивенькие. Вот, можете сзади наблюдать. Их можете забронировать, кстати, на букинг. И перейти по нашей ссылочке. Ссылка, кстати, в описании. И получится кэшбэк бонусом 1000 рублей. Так что пользуйтесь. Балкончик там этот. Так сейчас не увидишь через зал. Смотрите, какая красота, да. Вот такие вот гостевые дома можно снять. Вот еще дальше. Тут их очень много. Посмотрите на букинги. Главное, заранее бронируйте. Потому что летом очень тяжело что-то хорошее забронировать сразу же. Вот такие красивые гостевые домики здесь есть. Можно снять с территории, с бассейном даже. Вообще шикарно. Реально крутое место. Надо бы потом посмотреть, сколько тут стоит. Классно. Сделали небольшую остановочку, чтобы вам тут сказать. Помимо, вот, как после лесного еди, между лесным и рыбачьим будет визит центр, музейный комплекс. Мы уже там были, поэтому мы сейчас туда не пойдем. Но место такое, в принципе, ну, интересненькое. Можно походить. А мы приехали на одно из самых любимых мест наших на Курской косе. Это высота Мюллера. Здесь стоит машина, которая продает попить и чипсики. Поэтому от нее тарахтит этот генератор. Здесь есть туалет, парковка. Получается, по левой стороне это высота Мюллера. А по правой стороне озеро Чайка. Лебедь это в морском. Дальше здесь Чайка. И мы сейчас пойдем подниматься на гору. Посмотрите, какой здесь красивейший лес. Какие высокие деревья. Нам предстоит восхождение на 44-45 метров. А вот сюда Мюллера названо в честь главного лесничего Мюллера. И там стоит монументальный камень, посвященный, собственно говоря, Мюллеру. Некоторые думают, что для путешествий по Курской косе... Муха, смотри, прям на камеру тело. Пробежалась. И вот еще раз пробежалась Мух по камере. Многие думают, что нужна какая-то специальная физическая подготовка для таких прогулок. Потому что здесь постоянно какой-то подъем на какую-то гору, спуск, длинные пешеходные тропы. На самом деле нет. Если медленным шагом спокойно идти прогуливаться, наслаждаясь. Природой, свежим чистым воздухом, ароматами, хвои. Наблюдать вокруг вообще за всем, за птичками, за насекомыми. Все это замечать. То это так не спеша. В общем-то любой человек сможет пройти. Сможет пройти, но скорее всего одного дня не хватит. Просто чтобы пройти по всем интересным местам. Вот в чем проблема. А еще хотел сказать то, что раньше на Курской косе, когда вы сюда за один день едете, вы по-любому увидите какой-нибудь зверька. А сейчас это уже вообще не всегда. Такая вот интересная тропинка. Ведет нас к высоте Мюллера. Красивая тропинка деревянная. Кого же можно встретить? На Курской косе барсук, рыжая лисица, белка, бобра речной, заяц, русак, юнотовидная собака, кабан. Косу лилось. А, как выглядят следы. Прикольно. Такая вот песочная дорожка. Здесь не очень, конечно, комфортно идти. Но ничего страшного, никого. Зато какие красивые местечки здесь есть. Я не знаю, лисы и косные. Они как из фильма какого-то. Ну да, как из фильма. Из Шира, там, знаешь, хобберцы должны жить. Ну вот такое вот, Амашка. Маленькая. Интересно. А дальше еще интереснее будет. Смотрите, какой красивый лесок. Та-дам! Вот оно, то, что мы искали. Вон камень. Высота Мюллера. О, прохладный ветер. Отлично. Такой вот камешек. Можно с ним сфоткаться или не надо. Давайте посмотрим, какой у нас видок откроется с высоты Мюллера. О, отлично. Здорово. Такой амертный металлическая станция. Паучки, паучки. Паучки. О, сушь, красивая паутина-то такая вот тут. Озеро Чайка вот. Как раз таки здесь. А здесь вон станция. Там вроде даже... Нет, это не маяк, наверное, мне кажется. Я не знаю, но мне кажется, что это и есть станция. Море такое прям синее-синее-синее сегодня. Прям вообще здорово выглядит. О, тоже у паучка куча морфит. Смотри. Ну да, еда ему. Вот это улов. Все. не знаю ребят передается вам это вся красота или нет но здесь очень здорово такое синее синее моря сосновый верхушек супер выглядит а мы идем обратно рождение шишек смотрите темненькие а здесь уже вот хоп и шишка уже такая побольше дендролог жулиана ну вот на елочках в городе смолой пахнет вкусно спускаться конечно же намного проще чем подниматься смотреть как он как на опушках деревьев сидим какие тут запахи вообще просто напротив высоты мюллера есть озеро вот такое красивое как называется желан ой верчань конечно не говорила оно большое так все крупное на нем лебедь и кстати часто здесь лебедь мне кажется всегда едят к смотришь на мишенькие такие за ногу может чаплить за ногу чаплить это время Время, кричиня, у меня кричиня, понимаете? Вот это было кричиня... Ага! Иди ферз делай! Смотри, он гад, а! Слушай, это блин, да! Осторожно, собака бежит, собака бежит! Заехали в поселок Рыбачий. Тут даже, ого, магазин сувенир и янтарь прям красивый такой, да, сделали. Ну, домики. Тут тоже есть и апартаменты, и гостевые домики. Такой зелененький поселочек. Кстати, где-то здесь проходит пешеходная тропа от залива вот так сквозь лес и к морю. Но я ее нашел только по описанию, но не нашел на картах, где именно она начинается и заканчивается. Поэтому я не знаю, где она. Вот, кстати, нашел все-таки эту туристическую тропу. Идет она через Рыбачий. Вот мы находимся здесь, практически она так и идет. Туда-сюда и пошли через озеро. Вот могила Эфа, кстати, есть. Могила еще какая-то. Туда дальше уже на морепроход. В Рыбачьем также домики всякие сдаются с ночевками. Вот, красиво. Вот, по-моему, даже я где-то здесь, или не здесь. Церковь Сергея Радонежского здесь, да, вот какой-то красивый домик. В детстве мы сюда ездили с ночевкой, с родителями. На День рыбака, кстати, здесь праздник проводится. Всегда там Нептун ходит с трезубцем, прям уху варят. Тут у них какой-то есть, типа, ну не парк, а что-то такое маленького там стадиончика, может, как для детей, может быть. Там прям много-много людей, все отдыхающие, местные ходят, там какие-то песенки поются. Ну, такое вот интересное. Вот так, вон, продается дом. 4 семерки 25. Есть гостевой дом Альтрима, один из самых таких крупных. Из самых крупных здесь гостевой дом Альтрима есть. Там тоже можно снять номера, можно зайти в ресторан, можно просто по территории погулять. Там, в принципе, достаточно красиво, да. По территории интересно, да. Вот, и есть еще магазин-кооператор. Мы сейчас за мороженым пойдем. Следующая наша остановочка – это Pensum Forest. Смотри, какой красивый построили. Да, раньше его не было. Возможно, будет быть свой дом. Выглядит отлично. Также куча сувенирных лавочек. Здесь будет янтарь, янтарь, янтарь и янтарь. Янтарь. Танцующий лес – это одно из самых загадочных мест на Курской косе. Некоторые сюда даже приписывают какие-то мистические явления и помощь магии. Только говорят, что магии могли так закрутить деревья. Но пока что мы видим вот ровненькие деревья. Видите, как тут красиво-красиво. Мне вот эта зелень нравится, которая вот так полябовала. Очень, да, мне тоже. Тут между деревьев можно видеть паутину натянутую. Тишина, поют птички. Хвойные ароматы тут преобладают. Верхушки сосен шатаются от ветра. Тоже вон, смотри, изогнуто видно. Вон, видишь? Да. Видите? Такое, как в форме дракона. Теперь главный вопрос. Ну, кто же их закрутил? Кто? Кто их закрутил? Почему деревья такой формы? Знаете, лет пять назад... И в этом поможет нам разобраться эксперт по закрученным деревьям Жулиана. Лет пять назад верили в удачу, когда пролезали в кольцо того дерева закрученного. Да. Максимально закрученное. Потом уже кору совсем стерли и деревья закрыли, чтобы их сохранить хоть как-то вообще. Хотя я вижу, что оно... Уже все. Да. Но деревья те огорожны, чтобы дальше их не продолжили разрушать. Почему же он танцующий? Ну, потому что, конечно, маги и волшебники были причастны, считают одни. Кто-то говорит, что ветра с моря дули какие-то там суперсильные. Таким образом деревья стали завинчиваться, а кто-то рассуждает насчет почвы, которая здесь находится. Но на самом деле на текущее время истинные причины так и не известны никому. Да. Кстати, не так много деревьев, прям сильно крученные. В основном они просто как будто после Чернобыля. Серьезно? Формы у всех очень интересные, разные. И что примечательно, что они снизу закручены, а сверху они уже просто обычные деревья. Да, мы в Тома фоткались. Вон, да, мы в Тома фоткались. Но это было лет пять, наверное, назад. Тут еще даже ничего не ограждения не было, можно было свободно здесь гулять. А сейчас только по тропинке. Вот эта красивая тропинка туда прямо идет. Вообще крутая. Показать вам магию курской косы во всей своей курской красе. Ой! Не знаю, видите или нет, но этот кусочек просто в воздухе завис. А я не знаю, видно, нет? Вот он, вот он, вот он. Болтается просто в воздухе. Жилен, ты чувствуешь тут тайну и мистичность? Ты что, паутсовский? Ну да. Я, да, я чувствую. Видела там просто кусочек этой... Паутинки? Да, не паутинки. Парыли сейчас? Да. Паутинки. Нет, не было там никакой паутинки. Это обман зрения. Ну кора, да, тут просто летает. Да. Ну тут прямо сейчас, кстати, еще находиться так круто. Так на улице под тридцатку, а вот в лесу... А в лесу... Наоборот, да. Вообще прям идешь. Птички поют, знаете, так лето прям как надо. Вот давайте пройдемся. Ну интересное место. Прям уникальное. Место интересное. И вновь магия Курской косы в деле. Просто травинка зависла в воздухе. Как это возможно, я не знаю. Пишите в комментариях как-то такое может быть. Жилиана разбойница всегда, когда я куда-то отхожу, она берет с собой шишку и начинает меня кидать. И говорит, ой, из сосны падает. А мы нынче добрались до нашей самой любимой точки, самая классная локация по мнению канала Интересные путешествия. Это высота Эфа. Это потрясающе сказочное место, где если вы побываете, вы поймете вот прям вот всю прелесть природы нашей. Да, Игорь? Да, мне кажется, это самое крутое место на Курской косе и скорее всего самое крутое место во всей Калининградской области. Самое необычное. Чтобы добраться до высоты Эфа, нужно преодолеть много-много вот таких ступенечек. Первое животное, которое мы сегодня увидели. Маленькая-маленькая ящерка. Минимальная. Только вчера родилась. И тут вот такие идете-идете, просто болтаете, знаете о чем-нибудь. такие идиоте, ничего особо не подозреваете, идиоте, и вот это- обычно.. Сейчас, сейчас, сейчас. Такие, да, тут вот типа Курской коса, нечего интересного Не знаю зачем… Хорошко дорожко дорожко… Да, зачем нас сюда привезли. И здесь просто... Та-дээээ! И вот такой потрясный вид. На 100 млн долларов евро США… Просто охонь… естественно на видео это все кажется что просто вот куча маленькая песка дали плоскость если да если смотреть глазами это просто совершенно что-то другое какое-то чудо света первая сама обзорная площадочка с потрясным бомбическим видом на курскую косу на сатуев на дюны кстати по ним запрещено ходить огромнейший штраф и все кто думает что я сейчас пойду меня не поймает то это не проказ потому что мы как-то один раз наблюдали люди пошли через 10 минут из леса вышел лесничий пошел за ними и штрафанул их на максимал очках обзорные площадки на высоте фа целых три штуки до 1 2 и там вот сам и самая самая крутая на 3 а самая последняя да это обзорная площадка самая скучная потому что здесь темно не пофоткаешься так просто улюбоваться видом а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю, может просто забыли убрать Очень странно, очень странно, что целый год ее делают Но это как-то многовато, мне кажется Поэтому с величайшим сожалению Можем сказать, что наш сегодняшний день на курсе косе заканчивается На этом глубоком разочаровании Комары кусают Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан Всем пока! Пока!